Всем привет! Сегодня мы с Аней Веленской записываем видео о том, как в Петербурге бесплатно или почти бесплатно ходить на концерты академической музыки. Итак, почему мы решили создать такой гид? Потому что зачастую людей останавливает от похода на концерты именно цена на билет. Человек боится заплатить деньги за то, о чем он в сущности не имеет ни малейшего представления, и по итогу получить лишь разочарование и скуп. Для тех людей, которые думают, что они ничего не смыслят в классической музыке, и что им нет смысла вообще туда суваться, созданы такие проекты, как открытый музыкальный лекторий, где я и другие классные лекторы простым доступным языком говорят о классической музыке с мемами. Кроме того, в филармонии, в Мариинском театре очень часто проводятся лекции за час до концерта, которые рассказывают о произведении, которое предстоит послушать. Итак, сейчас мы с вами совершим небольшую прогулку по Санкт-Петербургу, а именно по тем его местам, где можно бесплатно или очень дешево послушать классическую музыку. Поехали! Мы находимся у Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Это мой персональный фаворит, я обожаю этот зал. Я считаю, что большой зал Петербургской филармонии — это вообще один из самых красивых залов в мире. В филармонии проходят все виды концертов — симфоническая, академическая музыка, джазовая, современная. Первое, что я рекомендую — подписаться на рассылку филармонии. Там они оповещают об общедоступных концертах, а также о скидках на некоторые концерты. Общедоступные концерты в филармонии — это концерты, которые созданы для широкого круга людей. Билет на такие концерты чаще всего стоит 100 рублей. Проводятся они несколько раз в год. Я точно знаю, что 27 января, на день снятия блокады, проводятся такие концерты. Также практически на любой концерт можно попасть по входному билету. Входной билет предполагает, что у вас нет определенного места, то есть вы заходите после третьего звонка и ищете место свободное на хорах или в партере. Такие билеты можно получить за 20 минут до начала концерта у окошка администратора. Также для студентов творческих профессий существует профит. Вы можете пройти на концерт бесплатно или почти бесплатно за 200-300 рублей при предъявлении вашего студенческого в окошке администратора. В консерваторию человеку, который с ней не связан, довольно сложно попасть из-за контрольно-пропускной системы. Однако, если вы придете сюда на бесплатный концерт, то, скорее всего, вас пустят, хоть это и не точно. В принципе, консерватория — это вообще отражение того, насколько закрытым бывает академический мир. В концертном зале, который находится сейчас не на театральной площади, а по адресу улицы Глинки, дом 2, можно послушать госэкзамены выпускающихся молодых специалистов. Это удивительное зрелище. Уже во всю профессию, уже во всю виртуозы, и в то же время еще очень горящие и молодые, эти люди проживают на сцене буквально целую жизнь. Это то, что я тоже стараюсь не пропускать. Кстати говоря, госэкзамены выпускные можно еще послушать в училище Римского-Корсакова. В консерватории можно послушать ансамбль народных инструментов, камерную музыку, госэкзамены. Но, что интереснее, можно посидеть на старинных резных стульях, посмотреть на своды потолков и вдохнуть эту кислотную академическую атмосферу. Но где эта атмосфера достигает своего пика апогея и мощнейшей концентрации, так это в Доме композиторов на Малой Морской. Тут находится Дом композиторов Санкт-Петербурга. Сейчас туда не попасть внутрь, потому что закрыт сезон, поэтому вам придется поверить мне на слово, что внутри находится старинный деревянный зал, в котором вечно темно и прохладно, и время как будто застыло. И, в принципе, в Доме композиторов стоит побывать хотя бы из-за ощущения застывшего времени. Здесь звучит сверхновая петербургская музыка, полная тоски, тревоги и сложных приемов. Еще здесь можно послушать музы у самых молодых композиторов из Петербургской консерватории, потому что традиционно в Доме композиторов проходят отчетные концерты-кафедры. А еще здесь проходит каждую весну фестиваль «Звуковые пути». Это фестиваль современной авангардной музыки, который я стараюсь не пропускать, потому что там бывают действительно дикие вещи. И вход на этот фестиваль, что хорошая новость, бесплатный. Кстати, а зачем вообще ходить на концерты? Ведь можно послушать музыку дома, в наушниках. Нет, это не одно и то же. Приходя на концерты, получаешь уникальный эмоциональный опыт и выходишь из концертного зала уже немножко другим человеком, нежели чем заходил туда. И вместе с оркестром ты создаешь особую температуру в зале и тоже на самом-то деле участвуешь в том, что происходит на сцене. А для меня это еще и своеобразный выход в свет. С самого детства я надевала свои лучшие платья для того, чтобы пойти в театр, в оперу и почувствовать себя в высшем обществе. Если вы сидите в концертном зале и вам кажется, что вот вы уже устали, 10 минут прошло, а все сидят с серьезными лицами и как бы все понимают, и ни разу не устали, и вам неловко, то тогда я рекомендую вам на секунду переключиться или порисовать где-нибудь, или даже на секунду буквально залипнуть в телефон, чтобы мозг разгрузился. И ничего страшного в этом нет. Нет, но для меня телефоны – это табу. Меня безумно отвлекает, когда кто-то рядом со мной светит своим экраном. И, пожалуйста, не забывайте отключать их перед концертом. Мариинский театр. Театр, который знаком каждому петербуржцу и известен во всем мире. Прекрасная историческая сцена. Мариинский 2. Концертный зал Мариинского театра, который находится на улице Декабристов. Но порой билеты в Мариинский театр стоят неоправданно дорого. И поход в театр превращается в элитарное развлечение, доступное не для всех. Но немногие знают, что в Мариинский театр можно попасть совершенно бесплатно. Каждую среду в пойе Стравинского проводятся бесплатные концерты, в которых участвуют артисты Мариинского театра. Приходить на такие концерты нужно заранее, поскольку в зале всего 170 мест, и, соответственно, в зал попадет не каждый. Кроме того, обратите внимание на камерные залы Мариинского театра. Здесь проводятся камерные концерты, чрезвычайно интересные и совсем недорогие. И еще один лайфхак. Не стесняйтесь купить себе более дешевое место, предположим, на балкон, и после третьего звонка пересесть на более хорошее, в партер или куда-то поближе. Мы находимся в Яне Килик. Здесь проводятся не только лютеранские богослужения, которые, кстати, сопровождаются органной игрой, но и концерты классической музыки. На первый взгляд зал кажется очень аскетичным. Белые стены, церковные своды. Однако здесь есть возможность здорово поиграть с освещением на сцене. Часто она подсвечивается синими и лиловыми лучами, что создает ощущение не то ночи, не то космоса, и очень здорово погружает в атмосферу музыки. Цены на билеты в Яне Кирик на сайте начинаются от 600 рублей. Но здесь есть и целиком бесплатные концерты, которые можно поймать. Еще здесь часто играет оркестр имени Пулавичуса, оркестр училища Римского-Корсакова. И у ребят здесь проходят госы нередко. Еще здесь можно найти концерты на необычную церковную тематику. Например, рок при свечах, музыка Рождества или вообще разные органные концерты. В библиотеке имени Маяковского каждую неделю проходят концерты камерной, инструментальной, вокальной музыки. Причем абсолютно бесплатные. И вообще рекомендую проверить сайт, ближайший к вам библиотеке. Возможно, там происходит что-то интересное. Например, мне приходилось обыгрываться в библиотеке Старая Коломна в Адмиралтейском районе, которая с удовольствием принимает у себя в гостях студентов музыкальных училищ и консерваторий. Переносимся в Лермонтовскую библиотеку. Здесь проходит очень много лампового бесплатного движа, связанного с классической музыкой. Например, летом здесь проходят показы фильмов опер. Вот недавно показывали регалетто, пиковую даму и каменного гостя. А еще здесь проходят бесплатные концерты камерной музыки. Здесь есть небольшой уютный зал с белым роялем, который совершенно не пахнет нафталином и идеально подходит для романтической музыки и музыки импрессионизма. Например, там Равеля, Шумана, Рахманинова. И некоторые из концертов я даже когда-то вела, когда проходила лекторскую практику еще на старших курсах училища. И это было очень здорово. Мы находимся сейчас около базилики Святой Екатерины. Это та самая, у которой продают свои картины художники, а также где в недавнем прошлом навязчиво предлагали купить чай. Базилика Святой Екатерины — это старейший католический храм России, и там находится прекрасный орган. Очень часто там проходят концерты духовной, органной, классической музыки. Концерты условно бесплатные, на входе собираются пожертвования, и лучше приходить за 30 минут до начала концерта, поскольку мест может не быть. Где еще можно послушать орган в Петербурге? В так называемой финской церкви на Большой Канюшиной улице. В 2010 году там был установлен необорочный орган, и с тех пор концерты в этой церкви проходят регулярно. Плата за концерт также осуществляется в форме пожертвований. Говоря о местах на Невском проспекте, в которых можно послушать органную музыку, нельзя не упомянуть Петрикирхе, немецкую церковь. Плакат на фасаде гласит, что там находится лучший орган в Петербурге. Убедиться в этом вы можете за символическую плату от 300 до 500 рублей. Пенсионерам скидки! Здесь, в Институте технологии и дизайна, на первом этаже проходят абсолютно бесплатные просветительские концерты академической музыки весьма хорошего качества. Но у этого места есть своя фишка. Перед концертом звучит 10-минутное вступительное слово, в котором настолько мало смысла, что это дарит тебе на весь вечер очень положительные эмоции. Человек, который говорит вступительное слово, говорит про каждого композитора, которого объявляет. Этот композитор создал подлинные шедевры мировой классики. Его наследие представляет из себя гениальный умопомрачительный. Здесь очень часто выступает молодежно-симфонический оркестр имени Паулавичуса и хор-академической капеллы. Кстати, обратите внимание на такие открытые фестивали, как «Скрипка на Невском» и «Опера всем». Вход на такие фестивали чаще всего бесплатный, там можно послушать классику прямо под открытым небом. На этом все. Надеемся, что наш гид был для вас полезным и интересным. Ссылки на все ресурсы, на все площадки, о которых мы сегодня говорили, вы можете найти в описании. Ходите на концерты, кайфуйте от классической музыки. Пока!